Добрый день, уважаемые друзья! Мы рады приветствовать вас на странице проекта «Доступное право». В рамках проекта мы освещаем самые актуальные темы и отвечаем на интересующие вас вопросы, которые относятся к компетенции органов внутренних дел и соблюдению ваших прав и свобод. Тематика данного выпуска посвящена вопросу, касающимся процедурами миграционного учета иностранных граждан, поскольку у многих лиц, выступающих принимающей стороной и иностранных граждан, порой вызывает затруднение соблюсти все требования закона, в то время как за неосуществление или неправильное осуществление обязанностей в рамках миграционного учета предусмотрена административная ответственность. Миграционный учет по месту пребывания на территории Российской Федерации осуществляет МВД России на основании уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания. Уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания в Российской Федерации представляется принимающей стороной или при определенных условиях самим иностранцем в течение семи рабочих дней со дня его прибытия на место пребывания. Уведомление в отношении некоторых категорий иностранных граждан, например, не имеющих места жительства или пребывающих в гостинице, представляется в течение одного рабочего дня, следующего за днем их прибытия. Принимающая сторона свое согласие на временное нахождение у нее иностранного гражданина выражает подписью на оборотной стороне уведомления о прибытии. А для организации, принимающей иностранного гражданина, такая подпись скрепляется печатью указанной организации при наличии печати. Иностранный гражданин для заполнения бланка уведомления о прибытии предъявляет принимающей стороне документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, миграционную карту для временно пребывающего в Российскую Федерацию иностранного гражданина и или вид на жительство, либо разрешение на временное проживание для постоянно либо временно проживающего в Российской Федерации иностранного гражданина. В случае прибытия в новое место пребывания дополнительно предъявляется отрывная часть уведомления о прибытии по прежнему месту пребывания в Российской Федерации. Для постановки на учет потребуется предъявить принимающей стороне документы, которые предусмотрены административным регламентом, утвержденным приказом МВД России от 23 ноября 2017 года номер 881, а также правилами, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от 15 января 2007 года номер 9. Принимающая сторона к уведомлению о прибытии, направляемом в территориальный орган МВД России, прилагает копии всех страниц документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, которые содержат информацию о данном гражданине и имеют отметки о пересечении государственной границы Российской Федерации, либо иного иностранного государства. Копию миграционной карты иностранного гражданина, за исключением случаев освобождения иностранного гражданина от обязанности по заполнению миграционной карты в соответствии с Международными договорами Российской Федерации. Копию документа, подтверждающего право пользования жилым или иным помещением, предоставляемым для фактического проживания иностранному гражданину. Принимающая сторона к уведомлению о прибытии трудящегося государства-члена Евразийского экономического союза, например, Республики Беларусь и Казахстана, и членов его семьи, представляемым направляем в территориальный орган МВД России, помимо документов, озвученных выше, прилагает Копию трудового или гражданскоправового договора, заключенного трудящимися государством-членами Евразийского экономического союза с работодателем или заказчиком работы услуг на территории Российской Федерации Копии документов, подтверждающих родственные отношения для членов семьи трудящегося государства-члена Евразийского экономического союза Подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России, администрация гостиницы, МФЦ или Организация федеральной почтовой связи незамедлительно после принятия уведомлений и проверки точности изложенных в нем сведений и наличия необходимых документов о прибытии проставляет отметку о подтверждении выполнения принимающей стороной и иностранным гражданином действий по постановке на учет по местам пребывания Должностное лицо проставляет отметку о приеме уведомления о прибытии и возвращает заявителю отрывную часть бланка уведомления о прибытии Миграционный учет включает в себя также и направление уведомления об убытии иностранного гражданина из места пребывания Так в июле 2019 года вступил в силу приказ МВД России от 18 марта 2019 года номер 142, в котором утверждена форма уведомления об убытии иностранного гражданина или лица безгражданства из места пребывания МВД России утверждена форма уведомления об убытии иностранного гражданина из места пребывания. Согласно закону о миграционном учете, уведомление об убытии иностранного гражданина из места пребывания представляется принимающей стороной в соответствующий орган миграционного учета непосредственно или через МФЦ, либо направляется в установленном порядке почтовым отправлением. При убытии иностранного гражданина из гостиницы, кемпинга, медицинской организации Их администрация обязана не позднее 12 часов дня следующего за днем убытия уведомить об этом орган миграционного учета. Получение такого уведомления подразделением по вопросам миграции является основанием для снятия иностранца с учета по месту пребывания. Форма содержит сведения о лице, подлежащем снятию с учета, фамилии ему отчества, дата рождения, дата убытия из места пребывания, о месте пребывания, из которого лицо, подлежащее снять с учета убыло, о принимающей стороне, фамилии ему отчества, документы, удостоверяющие личность, номер телефона при наличии и другое. Лицо, подающее уведомление, обязано представить уполномоченному должностному лицу подразделение по вопросам миграции, МФЦ или почты документ, удостоверяющий его личность. При наличии технической возможности передачи МФЦ копию уведомлений в подразделение по вопросам миграции в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью, она передается в течение одного рабочего дня, следующего за днем принятия уведомлений с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, либо единой информационно-технологической инфраструктуры государственной системы миграционного и регистрационного учета. При направлении уведомления почтовым отправлением бланк заполняется в двух экземплярах, один из которых хранится на почте. Срок хранения в МФЦ на почте копии уведомлений составляет один год. Уважаемые друзья, спасибо за внимание. Если у вас остались вопросы по данной или любой другой тематике, касающейся деятельности органов внутренних дел и ваших прав, присылайте их на электронную почту правового управления пу-77-собака-мвт.ру. Мы с радостью на них ответим. Однако в случае, если вам необходима юридическая помощь, вы можете направить обращение в соответствующий орган государственной власти согласно федеральному закону номер 59 ФАЗ. До скорых встреч на странице нашего проекта. Субтитры создавал DimaTorzok